Делая, золотая, красавица. С коровами, как с людьми. По-другому не получится, уверена Светлана Харыбина. На ферме в Новокубанском районе девушка работает всего три года, но уже стала лучшим оператором машинного доения в Краснодарском крае. Так на современный лад звучит профессия доярки. Причем в недавнем прошлом Светлана даже не была близка к животноводству. С бурятий приехали, позвали на ферму. Я бухгалтером там работала. А там у бабушки были где коровы. Особое количество коров не видела. Мы учили, помогли. Рекордные показатели доярок, зоотехников, заведующих фермами в аграрном крае. Не просто статистика, а личный вклад в экономику региона. На Кубани впервые отметили День животноводов края. Передовики производства приехали в Краснодар чуть ли не из всех районов. К вниманию телекамер простые работяги явно не привыкли. Но этот праздник именно в их честь. Честная их, конечно, как-то неудобно. Гранецкий парень. Вырос в деревне, в станице. Поэтому, можно сказать, всю жизнь в станице проработал. В животноводстве после 10 класса. Торжественную дату Дня животноводов утвердили в прошлом году в законодательном собрании. Идею праздника предложил губернатор региона. Данная отрасль сельского хозяйства без преувеличения стратегическая для Краснодарского края, обратился к аграриям Вениамин Кондратьев. Животноводство разное пережило и в стране, и в нашем крае. От откровенного упадка, разорения до сегодняшнего первого шага с надеждой, что животноводству на Кубани быть. Иллюзаты сегодня уже есть. Мы сегодня занимаем третье место в России по молоку. Пошли инвестиции в свиноводство. Стали строиться новые фермы, расти поголовье. Птицеводы тоже не отстают. По итогам прошлого года мы заняли четвертое место в России по количеству яиц. И пятое по птице. Эти результаты последних двух-трех лет. И знаете, они в первую очередь получились, потому что есть вы. Конечно, сегодня государственная поддержка очень важна, чтобы мы на самом деле сохранили, развили и в дальнейшем были уверены в животноводстве нашего края. Полтора миллиарда рублей – это была господдержка прошлого года. Я уверен, в этом году она будет не меньше. И, конечно, мы ее будем наращивать. Безусловно, мы будем субсидировать и личные подсобные хозяйства, и семейные фермы. Потому что и личные подсобные хозяйства, и семейные фермы вносят серьезный вклад в экономику своих территорий. Законодательные собрания и органы власти Кубани на особом контроле держат развитие агропромышленного комплекса. И особенно развитие животноводства. Это новая точка роста. А развитие возможно, когда есть государственная поддержка. Именно поэтому в марте прошлого года законодательное собрание во взаимодействии с администрацией края был подготовлен и принят краевой закон о развитии животноводства. Животноводство на Кубани сегодня – это 10 направлений. От разведения крупного рогатого скота и птицы до коневодства и даже выращивания соболей. По результатам 2018 года отрасль продемонстрировала рост более чем на 2,5% по объему производства. Конечно, задачи сегодня стоят амбициозные. В рамках стратегии развития 2030 Краснодарского края мы должны увеличить объем производства молока до 2,3 миллиона тонн производства мяса птицы до 800 тысяч тонн. Набирают обороты в крае развитие молочного скотоводства в фермерских хозяйствах. В прошлом году такими предприятиями было получено 114 тысяч тонн молока. В отрасль внедряются новые технологии, появляются современные фермы. Строительство в этом году запланировали не только доильного зала, двух корпусов. До этого мы построили новые корпуса по 200 голов, туда вмещается крупного рогатого скота. Конечно, основной вклад животноводов Кубани в агропромышленный комплекс – это производство мяса. Ежегодно в живом весе его получают больше полумиллиона тонн. Но несмотря на спрос на рынке, данное направление сельского хозяйства не самое популярное у фермеров. Живность постоянно требует к себе внимания, без праздников и выходных. А рентабельность в этом виде бизнеса не такая высокая, как в конкурентных отраслях. Почему мы так бьемся за животноводство? Потому что у агропромышленного комплекса две важные составляющие, две важные отрасли – это растеневодство и животноводство. Сегодня растеневодство у нас на высочайшем уровне, а вот животноводства пока нет. Если мы сегодня бросим животноводство как нерентабельную отрасль, то агропромышленная наша жизнь, агропромышленный комплекс будет стоять на одной ноге. А нам нужно, чтобы агропромышленный комплекс Кубани уверенно стоял на двух ногах. Значит, должно быть и растеневодство, и животноводство. А если будет агропромышленный комплекс стоять на двух ногах, значит и мы будем уверенно стоять на своей земле, прочно, и будем уверены в завершеннем дне. Уверенно стоять сельскому хозяйству Кубани на ногах помогают именно эти люди – животноводы, зоотехники, доярки, руководители ферм. Почти 80 человек получили награды из рук губернатора. Кто-то удостоен медали и памятных грамот, кому-то присвоено почетное звание заслуженного работника сельского хозяйства. В их честь концерт, конечно, с кубанскими песнями, в которых поется о любви к своей земле. Для собравшихся в зале это не просто слова, это традиции, с которыми живут на селе. Что такое Кубань? Кубань – это мы. Кубань – это наши семьи, это наш народ, это наша земля. Кубань – это Россия. Это великое прошлое, настоящее и великое будущее. На Кубани всегда было принято держать живность, как у нас на станице говорили. Это был образ жизни наших предков. И вот сегодня, когда вы сохраняете животноводство, невзирая на разную экономику, вы в первую очередь сохраняете традиции жизни нашей земле, традиции. За это вам, друзья, зимой поклон. На праздники наградили и чемпионов краевого конкурса профессионального мастерства в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе. За рекордные показатели победителям вручили ключи от автомобилей. Доярка из Новокубанского района Светлана Харыбина домой теперь вернется на новой машине. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Эдуард Тараканов. Кубань-24, Краснодар. Кубань-24, Краснодар.